Да, Лен, ну смотри, еще другая ситуация. Когда мы чувствуем себя несчастными, это одно из самых клевых для нас состояний, как бы это ни печально ни звучало. Когда мы несчастные, мы что можем делать? Мы можем себя пожалеть. Мы можем себя пожалеть либо какой-то новой вещью, красивой вещью, новой едой, красивой едой, вкусной едой, новым общением, новыми поездками. Вот хоть чем? Мы можем себя чем-то пожалеть. Это нам выгодно, это первый момент. Второй момент, когда мы несчастные, мы понимаем, что вот я такой несчастный, я могу обсудить кого-то. И обсуждение там тоже много-много всяких критериев и факторов. И поэтому, когда мы находимся в состоянии несчастья, мы как будто бы себе говорим еще дополнительно, что как нас учили после черной полосы – белая, после слез – радость, после еще кого-то. То есть, когда мы находимся в несчастном состоянии, мы все время неосознанно находимся в том состоянии, что вот-вот сейчас будет оно счастье мое. Вот сейчас на моей, как нам говорить, на моей улице перевернется грузовик с пряниками. И это состояние, оно держит, потому что когда само происходит это состояние, оно уже не так интересно. А предвкушение – это уже другая позиция. Я думаю, у меня в данном случае, я извиняюсь, срабатывает, что я могу таким образом, как это сказать, защитить себя от собственного уничижения в вине. Я чувствую себя все время виноватой, зверски, но я не понимаю, за что. Вернее, я, возможно, за что-то понимаю, а за что-то нет. И вот это вот постоянное ощущение себя виноватой, мне все время хочется извиняться, жутко, зверски. И иногда мне это прямо бесит, что я в каждый момент времени готова извиняться перед всеми буквально. Смотри, еще состояние вины. Ты, может быть, с мамой разговаривала, может быть, сама как-то знаешь. У тебя мама, когда была вообще беременная, она хотела ребенка, у нее не было такого, что она хотела сделать аборт, там, или какая-то ситуация была сложная в детстве, возможно. И ты, кто-то, может быть, там проронил какое-нибудь слово, что вот я была бы одна, мне было бы легче, а тут на мне ответственность такая за тебя. Я тебя люблю, доченька, но вот так вот. Вот что-то вот в этом роде. Было ли у тебя такое? Помнишь ли ты? Мне мама сестра рассказывала, что, да, родители переживали по поводу моего рождения и вроде как задумывались на этот счет и не хотели сначала или как ли. Ну, короче говоря, этот вопрос стоял актуально. Вот. Если ты через камеру сложнее, смотри, если ты начнешь себя вспоминать, вот сегодня просто вот ляжь перед сном, то есть мы сегодня до 12 часов кушаем, да, после 12 попробуй такую штучку себе сделать. Желательно не уснуть, но у тебя пусть это будет вместо какого-то делания, будет делание самой собой. Ты ложишься, ложишься как? Вот ты ложишься на что-то, на пол, на твердое. Потом вот берешь вот так вот свои ручки, вот видишь, вот здесь вот, ой, вот так вот, между вот этими вот пальцами и вот это, вот такой вот кружок, что-то делаешь, таких два валика. Они должны помешаться у тебя сюда. Это только твой размер индивидуальный. Один валик кладешь под шею, второй валик кладешь себе крестец, вот прямо, как крестними, пупок, и вот прямо как бы вот сам вот этот валик под пупком с той стороны. И у тебя будет вот так вот. Вот в таком положении ты ложишься, потом, после этого, на ногах большие пальчики друг с другом совмещаешь, а на руках ты совмещаешь мизинцы. Так, как она получается? Да, мизинцы. И вот так вот вытягиваешь руки, вот видно, вытягиваешь руки и мизинцы вот так вот совмещенные у тебя лежат на полу, господи, все слова позабывал, на полу. То есть вот так вот на полу и совмещенные пальчики, большие пальчики на ногах, то есть они будут вот так вот. И в таком положении с двумя валиками ты лежишь, сначала ты лежишь минутки три, просто лежишь и начинаешь ощущать все в своем теле, а потом потихонечку, возможно, с первого раза не полуешься, возможно, с первого раза тебя выкинет. После трех минут начинаешь вспоминать себя, прям представляя себе внутриутробное состояние мамы. Попробуй прочувствовать, какого цвета, какой плотности вода, она такая будет слегка маслянистая. Попробуй прочувствовать, какого просвечивает или нет мамин животик, то есть ты поймешь, что как бы больше на солнце она находилась. Попробуй прочувствовать себя вот там, и тогда тебя внесят в те разговоры, в те чувствования и в ту дефицитарность, в которой ты находилась во внутриутробном состоянии. Когда ты понимала, что ты внутриутробное состояние, наши детки, зачатки, перматозоид с оплодотворенной гидцеклеткой, принимают решение появиться на этот свет или нет. И когда ты принимаешь решение, у тебя был выбор, то есть ты прекрасно знала, что мама с папой не готовы, у тебя был один минус, и тебе нужно было сказать, войдешь ты в этот мир или нет. Ты приняла на себя ответственность в тот момент, твоя душа, твои клетки, твое ДНК, твой вот этот генетический код, который еще не сформировал твою физическую оболочку. Приняла то состояние, что ты пойдешь в этот мир, но ты живешь все это время с состоянием с тем, что не то, что ты ослушалась, а с тем, что ты вот это вот чувство вины, что мама-то не хотела, а я-то вот сама по себе пришла сюда. И ты несешь это как время всю свою жизнь, но если ты туда не нырнешь, если ты туда вот это вот не, оно может быть не яркое это состояние, но ты его должна прочувствовать, у тебя может быть буквально на доле секунды оно будет. И это будет именно то состояние, с которого ты пойдешь, это будет твоя нулевая точка.